Гражданская панихида по толкоту Бегельдинову прошла в Доме армии. В ней приняли участие многие высшие официальные лица и представители армейской элиты. Участники панихиды говорили о вкладе генерала Бегельдинова в победу Советского Союза во Второй мировой войне и его послевоенной деятельности. Его кончина затронула, отразилась болью сердца казахстанцев. Все казахстанцы его знают. Например, у нас в Казахстане тысячи мужчин, юношей и детей носят его имя Талгат. Он не только во время войны прославил, проявил героизм и отвагу при защите Отечества, но и после военных годов вложил много труда в развитие Казахской ССР и Республики Казахстан. Доктор военных наук, полковник в отставке Ким Сирьбаев, в начале 1990-х годов принимавший активное участие в строительстве вооруженных сил независимого Казахстана, говорит, что независимый Казахстан не в полной мере воздал Талгату Бегельдинову за его боевые заслуги. Много слов прекрасных было сказано, но на мой взгляд, честно по-человечески, не было сказано главное. Нет. 23-й год мы живем в независимости, а на сегодняшний день мы не имеем памятника этому выдающемуся личности. И я очень хорошо знал этого человека. И предложение мое такое. Нам, правительству Республики Казахстан, ветеранской организации, сделать надо так, чтобы к 70-летию поведы светился памятник, посвященный дважды герою Советского Союза Талгату Якубеевичу Бегельдинову. Талгат Бегельдинов похоронен на кладбище Кингсай-1. Его могила расположена недалеко от могилы легендарного казахского ветерана Второй мировой войны Баушана Момышулы. Похоронили Талгата Бегельдинова по мусульманскому обычаю, но с воинскими почестями. Радио Затык. Казиста Гузбаев из Алматы.